США выходит из ракетного договора политика МИР. Америка поставила России ультиматум. МИР ждет новая гонка вооружений. 1.1 США сообщили дату выхода из ДРСМД. Соединенные Штаты приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности ДРСМД и запустят процесс выхода из соглашения 2 февраля без учета согласия со стороны России. Это произойдет в случае, если Москва не предоставит доказательств соблюдения пунктов договора. Об этом 16 января заявила заместитель секретаря по контролю над вооружениями международной безопасности при Госдепе США Андрея Томпсон. По ее словам, на выход из соглашения потребуется 6 месяцев. С российской стороны в переговорах участвовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Причиной такого решения стало то, что российская и американская стороны не достигли договоренности по итогу консультации в Женеве 15 января. К разочарованию, вчера никакого прорыва достигнуто не было, сказала Томпсон. По мнению Вашингтона, Россия не собирается менять свой подход и соблюдать условия ракетного договора. В то же время отмечается, что российской стороне разъяснили, какие именно шаги необходимо предпринять для соблюдения ДРСМД. Речь идет о проверке уничтожения ракеты, к которой у США есть претензии. Заместитель секретаря по контролю над вооружениями международной безопасности при Госдепе США Андрея Томпсон-Фото. 2.2. Россия не предоставит США новых доказательств соблюдения договора по мнению российской стороны. Все доказательства соблюдения ДРСМД уже были переданы США. Россия предоставила американской стороне уже все необходимые доказательства ее неукоснительного выполнения договора, все, что было. «Сложилась такая ситуация, что мы сами уже не понимаем, что от нас требуют», заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Действия партнеров он назвал неприкрытой агрессией и добавил, что Москва сделала все возможное, чтобы соглашение осталось в силе. По словам Клинцевича, целью США является размещение ракет в Европе. 3.3. Вашингтон поставил Москве ультиматум Соединенным Штатам «Недостаточно увидеть ракету, вызывающую подозрение, чтобы убедиться в дальности ее действия». «Увидеть ракету не означает узнать, какой у нее радиус действия», заявила американский представитель. «И это нарушение договора. У России есть система, дальность действия которой превышает разрешенную в рамках договора». Речь идет о ракете 9М729. США обвиняют Россию в том, что последний скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. В декабре США призывали Россию отказаться от нее или модифицировать. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, американцы оставили без внимания предложения Москвы, которые позволяли США на экспертном уровне воочию убедиться, что из себя на самом деле представляет та самая ракета 9М729. Глава МИД также рассказал, что не услышали представителей Вашингтона и вопросы о том, почему они не желают ознакомиться с информацией по этой проблеме. Ракета 9М729, к которой у США есть претензии фото. 4-4 Лавров назвал требования США неуважением к России с Россией непозволительно обращаться так, будто ей никто ничего не должен, и только она всем что-то должна, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 16 января на пресс-конференции по итогам 2018 года. Он отметил, что американцы приехали с ультиматумом и единственной заготовленной позицией, вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы. Россия обязана сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны. Он заявил, что это проявление курса на слом всех договоров стратегической стабильности. Несмотря на это, Москва готова работать над спасением соглашения об РСМД, сказал министр. Глава российского МИД Сергей Лавров фото, Владимир Остапкович, РИА Новости 5.5 США могут начать разработку запрещенных договором систем после выхода из договора РСМД. США могут приступить к разработке ранее запрещенных соглашениям ракетных систем, сообщила Томпсон. Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем ввести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором, пояснила она. 6.6 российско-американские переговоры состоялись 15 января. В ходе межведомственных российско-американских консультаций по РСМД США потребовали уничтожить российские ракеты, якобы нарушающие соглашения. Это были первые переговоры с того момента, как президент США Дональд Трамп 20 октября 2018 года объявил о намерении выйти из соглашения. 7.7 первый ультиматум России выдвинули в декабре. 4 декабря Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к выполнению обязательств по РСМД. Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы вооружений. После этих 60 дней мы посмотрим, что будет, добавил он. 8.8 запрещенные ДРСМД ракеты есть у других стран официально ни Москва, ни Вашингтон не располагают запрещенными договором РСМД вооружениями. Однако документ не распространяется на другие государства. Баллистические ракеты средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении имеются у Израиля, Индии, Китая, КНДР и Пакистана. А еще несколько стран располагают аналогичными ракетами в обычном снаряжении. В октябре 2007 года Россия и США объединились и выступили в Генассамблее ООН с инициативой распространить соглашения на весь мир, однако поддержки она не получила. Фото 9.9 ракетный договор ограничивал гонку вооружений ДРСМД был подписан в 1987 году и вступил в силу годом позднее. Он был призван сдержать гонку вооружений, разгоревшуюся во второй половине 1970-х годов. Тогда США и СССР начали разворачивать в Европе свои ядерные боевые средства. Советские евростратегические комплексы «Пионер» и американские группировки средней дальности с баллистическими «Першинг-2» и крылатыми «Тамагавками» пребывали в состоянии боевой готовности. По соглашению США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней, от 1000 до 5500 километров, и малой, от 500 до 1000 километров, дальности. При этом аналогичные ракеты морского и воздушного базирования в документ включены не были. Кроме того, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Для контроля за выполнением каждая сторона могла проводить инспекции. Продолжение следует...